карась не толстолова судак есть ребят есть 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 контакт друзья всем привет привет сегодня мы вместе с андреем выехали на один хороший пруд ловить вот таких рыб для у такого вот подсака один из лучших водоемов алькарской области платник который хозяин закинул очень много хищной рыбы сом судак щука ну естественно белая куда без нее толстолоб карп сегодня будем ловить короче сегодня нас чистый спиннинг все заброс утро поздно приехали уже говорят по утренней зорьки взяли пару судачков щучку срез был у людей у нас тут мы как бы два часа езды и часы перевели не рассчитали во сколько приехать но будем надеяться все будет еще днем или вечером ребят этот пруд с некоторыми тонкими моментами здесь по центру проходит канава мы все видим там вдалеке дамба обычно всегда по яру идет до пруд его значит дамба перекрывает и ручей его наполняет соответственно течка была налево раз тут самая глубокая часть там вершина там сейчас все нерестятся мы их постараемся не беспокоить здесь остались тех кто не принимает участие в нересте сейчас у нас апрель месяц и по центру в канаву надо еще добросить туда метров 70 с приманкой добросить на такую дальность ну не всякая снасть позволит во-первых должен быть тонкий шнур у меня плюс 0 5 и такой диаметр для этой пятитысячной катушки для палки medium light она как бы тонковатый но здесь спортивные моменты именно для того чтобы добросить любой ценой там неважно какая будет проводка если рыба есть она в количестве стоит в канаве там коряжки на бровках она клюнет главное ядовитый цвет добросить съедобность и проводка достаточно резкая для судака и плавная для щуки и сома мы надеемся как бы сегодня их потиранить три вида рыбы я использую мощные застежки как бы без узловки in touch компания и она же делает как бы и приманки вот правильный цвет там 0 3 до видов я да очень много на самом деле он тача там их штук 57 на самом деле любой яд покатит в данном случае тут лонг хилл приманка я сейчас кидаю турбориба потому что он менее сопротивление меньше дает при забросе и дальше тупо полетит чем все виброхвосты вместе взятая то есть вот эта приманка самая прогонистая тоненькая в оси она полетит неважно все ты то ли двойник там просто коряжки да вот овседник вот с таким вот видом монтажа так называемая там палочка джихрих виды грузиков их очень много как бы да вот самый распространенный вот сейчас модные это такие вот асимметричные они быстрее тону для течки используются они роллинга добавляют то есть помимо приманки еще игра игру грузик задает вот такой эксцентрик называется есть пуля да она более проходима то есть шарик он клинится здесь только шарика нет эксцентрик быстрее на течке падает вниз и плюс добавляет роллинга пулька большая проходимость палочка максимальный заброс есть еще вольфрам да он тоже как бы меньше по габаритам летит дальше цокотит по ракушке быстрее падает свои нюансы он проскальзывает по зубам щуки легче просечь вы вот об этом всем не думайте забудьте просто палка дальше летит а проходимец самый проходимый ну вот такой вытянутой формы грузик проходимец вот на нем написано сейчас 10 грамм этот грузик в комплексе вот с таким овсетником он как бы самый проходимый по всем корягам палочка заклинится пулька ну меньше шансов грушка она становится на дне на основании и приподнимает приманку на дно палка и и кладет то есть если мягкое дно грушка если коряги пулька если течка эксцентрик если ну вы поняли то есть под каждое слое свое подружать здесь палка дальность вольфрама жалко то есть именно здесь вот такой грузик лучше несколько видов а вот груза на которой сегодня я буду рыбачить это не просто внец вот их у меня очень много они яркие как я сказал есть интересные вот такие фишболы в таких реально новых цветах есть салатовая есть вот такие пули то есть цветов достаточно много и вот сейчас буду делать свою оснастку что-то выберу такое вниз на я поярче может быть вот такое даже ребят спрашивают какие грузики красить не красить если увеличение поклевок от серёга спрашивает я скажу у меня на практике как бы судак бывает что лучше реагирует на ярко окрашенный грузик если у вас нейтрального цвета резина то можно использовать какой-то ядовитый грузик там красный желтый зеленый наоборот хуже яркий я не заметил ну то есть хуже вы навряд ли сделать это разве что очень очень чистая вода какая-то крупная рыба там щука она может насторожиться от запах окраски но это очень маловероятно то есть я думаю что не хуже друзья два слова о флюре это тоже очень важный момент если вы подберете слишком тонкий будет не держать щуку если слишком толстый не будет клевать там судака окунь я бы сказал что на прудах где вы должны изучить статистику сколько процентов щуки на нем от этого все зависит если щуки больше чем там судака и окуня то нужно ставить минимум 04 а лучше 05 флюр если же там чисто судака окунь то 03 хватит там и на мелкую щучку которая будет приводит я использую флюр intech и в данном случае это 0 400 там 18 диаметр потому что но щуки мало на сейчас вершине я ловлю судака да но может быть и сом и крупный сом у него достаточно жесткая щетка помимо диаметра я еще делаю заготовки дома вот таким вот образом у меня в zip пакетиках заготовлены поводочки с одной стороны без узлов очка с другой стороны застежка это этот шнур позволяет делать мгновенный монтаж вот вы можете как бы засечь время я оборвался на рыбалке до достал из ящика свой значит свою заготовочку да вот можно этот флюр значит отрезать кусочек потом достать коробочку застежками привязать откусить достать щипчики отмотать полметра потом привязать с другой стороны беззлобка опять коробочку закрыть спрятать это все несколько минут ну минимум пять если же у вас есть такая заготовка вы достали если вот вообще горит клёв бешеные соревнования вы оторвались и пакетик не мусорим да я все время как бы об этом говорю достали вот он у вас поросячий хвостик вы просто провели его в натяжку он у вас выпрямился и петелечку накинули на без узловку это очень просто друзья вот в сторону намотки вы мотаете если это все сделать очень быстро да то это займет буквально там две минуты ну я я как бы могу за 10 секунд это сделать смонтировали остасточку в целом выглядит всего так довольно симпатично так ребят начинается боковой ветерок появилась ряд на воде мы приехали только солнце всходило прошло буквально полчасика рыбка не шевелится выходов мало но еще заморозок все эти факторы в голове прокручиваете да там диаметр флюра какая дальность перед рыбалкой вы должны понять что при боковом ветре 0 8 шнуром вы не сможете ловить будет просто дугу выдувать вы ничего не услышите можно надо такие веса использовать дубину какую-то не 20 грамм палочку 90 грамм весит удилищ 0 5 шнурок вот эту дугу будет убирать 0 3 вы кинете еще дальше дуги не будет но при посечке вы оборветесь десятку не возьмете то есть должен быть баланс в данном случае я думаю что 0506 оптимум мы кидаем 15 18 грамм скажем два слова проводки на наши 70 метров сейчас это уже 60 потому что ветер начинает мешать коснулась на вы начинаете просто двойной подброс очень резкий на судака я вам сейчас покажу разницу между судачей проводка и щучий вот это чисто судача у вас два подброса два оборота и полсекунды пауза вот именно в эти полсекунды идет сильный удар как бы судак очень резкий угонщик щука засадчится она подбирается преследует потом бьет как бы в последний момент судак тут быстро сокращает дистанцию он привык гоняться за бычками которые очень резко перемещаются по дну то есть он бах вот это его парафи он догоняет убивает на дне прижимает в данном случае когда я переходил на более плавные проводки у меня появлялась в уловах щука и исчезал судак то есть вы должны понимать если на одной точке может быть из судак и щука надо выбрать среднюю приманку обычно это три дюйма то есть судак реагирует и на 2 и 5 и на 2 хорошо щука как бы нормальных размеров от трех дюймов этот цвет лох это как бы шартрес я бы их по кругу гонял и не баловался с цветами там масло какое-то там белое с красным вот возьмите два-три цвета лучше место поменяйте ничего не меняйте в приманки идите идите по берегу так вот по поводу проводки это было с удача проводка теперь щуча на одной и той же точке вы и проверяйте два вида проводки подрыв как бы сейчас был какой-то наезд подрыв и доводка плавно либо раз-два пауза раз-два пауза раз-два это раз-два-три это раз-два это щучья проводка она более плавная обычно спортсмены все делают плавно с доводочка сейчас утыкается в ближнюю бровку я понимаю что там канава дальняя бровка твердое дно и выход и вот на ближней бровке к нам коряги поэтому в сетник было бы чисто я бы поставил двойник потому что двойник ложится на дно вверх жалами и когда судак прижимает подбородком много шансов у засечь короче андрюха так что бросал и выдрал чью-то приманку до до без восстанная роль человека поклёвка был было так то слушай в него вертлюжок так прямо все шоу грузи стопор это для того чтобы ради не за все прям тут было чеки пить уже кстати вот не флирует без без узловки с блямбочкой и затягивайте тоже хороший уже ребят всегда когда вы на спининговой рыбалке надо быть мобильными да андрей полегче надо быть диван и судачок мотают башкой как бы здесь другая рыба маловероятно поэтому судак взял на турбориба режима кстати я поставил цвет розового фото и он свалился все ушел на судачу шоу ряда такая приманочка вот такая веселенькая модно четкая поклёвка будем надеяться что дальше так и пойдет продолжаем ходить по водоему ищем рыбу где-то она спряталась поиск продолжается спускаемся с большого бугра оба андрюха кто по ощущениям судак думаю что столобик сейчас посмотрим надо подсачек будет да чтоб мы не оторвали ничего есть идем за подсачка ставим оба на палочку берем баба наш чудесный подсак андрюха где он там идет придет давай спущусь сейчас заглянем ты думаешь сумму карась нет а столу судак давай 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 оба на оба на ногу даже шоу там что-то прижимая ну прижал же смотри поджал прижал никаких козел надо как можно меньше травмировать под прижал да он так снизу два раз ну и как можно быстрее выпускать плыви малыш разловились потихоньку в общем с нами рыбачит еще саймон саймон пошли шли на рыбалку пойдем 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 рыбу ловить пошли держи обиденный перерыв держи куда ты прыгаешь куда ты прыгаешь держи держи красавчик ребят ну что сказать клево откровенно говоря так себе вот рыбаки которые были половина по расходилась домой андрюха решил рискнуть и погнал вон как раз смотрите куда видите вон туда по нах андрюха в поисках рыбы поисках клёво по воде прошел мостик затопленные я думал он упадет но нет андрюха нормально нормально и он дошел самое место будет сейчас там пробовать есть ребят есть 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 контакт вот тут под берегом взяла буквально метр я не знаю сверху я китал вот тут взяла буквально сразу взяла хорош есть я пойду покажу андрюха там гулял где-то пока он там гулял я шнурка взяла андрюха наконец-то я разловился смотри у тебя что там складки пусто там ничего да так достаем те красотка есть пойдем выпускаем тебя плыви малых плыви оба ха 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 удрала оба 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 вот она это он это он это он это он малыш он значит малыш о красавчик красавчик другую сторону отлично 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 оба а то оба андрюха номер два но расскажу что как тяпанула на подтяжки не на паузе да ну если честно на паузе какой вес у тебя сколько у тебя мы 3 грамма до судачки да ой 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 красавчик иди сюда красавчик и так делаем проводку недалеко буквально метров 15-20 и вот такой вот хитрой проводка теперь от 1 2 и пауза вот так вверх чтобы вверх вверх чтобы протянуть нашу приманку чтобы она как можно дольше в толще воды вот так опускалась опускалась именно на этом опускании идет поклёвка оба андрюха снова тянет щуку андрюха шаги на сколько келуха будет не знаешь по ощущениям да далеко взяла на дальнем выбросе на дальнем выбросе на на дальнем выбросе да тут рядышком уже все расшували оба-оба он она пошла подальше давай что-то на зарывается кого ням-ням аккуратно аккуратно до привзяла уменьшает ли длинная палка обче отпустил у андрюхи снова карась поменьше да по мне только что сход такой досадный был андрюха не даст соврать да даже подержал в этом пару сек ну ничего сейчас по ним облавливаться ребят еще дело в хитрой проводке вот делаешь заброс можно сделать хитрую проводку двумя способами первый способ просто такой двойной аккуратный подрыв и доводите вот так доводите доводите самим удилищем второй способ на слабину выматываем делаем подрывы просто ведем удилищем в это время наша приманка просто в толще воды плавно себя ведет без всякого шелеста катушки шелеста шнура и именно на такой подмотке происходит поклёг ух нормальный ход ух 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 иди сюда клыкастик че 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 тихо будь красавчик вот она вот она с каждого заброса смотри ухты с каждого заброса серьезно от ямаги ну как я могу гнется смотри просто в три погибели но ощущение и офигенно смотри вот она идет сегодняшнего дня до тихо иди сюда прям шахту ха-ха заглот хороший подача была хорошая иди сюда вот так вот аккуратно чтобы не обрезал нам ничего вот так вот и есть контакт еще одна чупакабра добыта на ли еще одна чупакабра пришла к нам вот такая плыви красотка а вот ты наша щука нормально да думаешь карась о андрюха ну ты даешь позор стоял вот тут под берегом понял жирный зеркало хорош на червя ну что сразу на мангал тогда его туда можно нанести 10 баллов 10 баллов вау такое надо отместить 300 300 грамм вау 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 вау